всем приветик сегодня хочу показать свою коллекцию помад какими я пользуюсь конечно помадок скопилось у меня достаточное количество для меня это вот целая такая шкатулочка вот и может быть сейчас решу какие мне убрать из использования какими я плохо пользуюсь не часто вот есть у меня вот такие вот помадки красные это от armani миниатюрка присылали в подарок заказу даже не знаю так все скажу какой она оттенок 201 оттенок помада такая насыщенная так вот свет конечно я не отрегулировала хотелось при дневном свете вот наверное такая вот она то есть она уходит в фиолетовую красноту может мне свет включить нет не фокусирует на самом деле она фиолетовая такая ну уходит в фиолетовый бордовый даже вот как мне наладить оттенок так ну давайте так оставим вроде бы более-менее я конечно не люблю когда они открыты буду закрывать вот потом make up forever не помню откуда она у меня а это бесплатный образец наверное заказывала коробочку красоты жидкая матовая по она и очень-очень ярко красные так вот ну камеры все высветляет немножко на самом деле она прям очень такая насыщен темно-красно не знаю как показывать с таким светом оттенки сами понимаете девочки что они немного искажены хотя бы просто общее представление дать о текстуре сейчас она застынет хорошая помада пользуюсь конечно редко такими оттенками вот часто использование у меня это фраше помада я их очень люблю потому что они ложатся тоже хорошо я их не ощущаю на губах и вот это вот помада она считается матовая но не совсем стойкая хоть хотя достаточно стойкой но водой и можно смыть водой и смыть можно но на губах она ведет себя очень хорошо достойно никуда она не девается не растекается это у нас сто четвертый оттенок сто четвертый такой пудровый пудровый фиолетовый оттенок пудровый фиолетовый опять же вот оттенок не передается ну вот таких помад у меня по моему несколько оттенков есть еще в оттенке сто третьем это очень такой коричневый шоколадный оттенок он конечно темноват и подходит не только на зиму с какой-то шапка с темной потому что у меня русые волосы и такие темные слишком темные помогу я редко ношу иногда хочется какой-то такой шоколадный макияж сделаешь когда если тени какие-нибудь такие в бежевых оттенков да в коричневых то такой такую помаду можно нанести вот ее конечно лучше с контурным карандашом коричневую именно потому что она вот лучше тогда смотрится как-то эстетичнее что и еще у меня такая помада в 102 оттенки где-то у меня еще в ступер он должен быть вот 102 оттенок не показывает ладно поверите это такой пудрово-розовый уже оттеночек идем уходит в коралловую на камере на самом деле он пудрово-розовый лучше хоть что и делай как показать но вот сейчас более-менее это все ну конечно сейчас более-менее видно да но это он высветил не знаю что делать так ну ладно следующий а вот у меня наверное 101 вот еще 101 такая же в общем эта серия помад для меня самая крутая самая удачная вы фраше они мне очень нравятся они так хорошо лежат на губах вот этот оттенок 101 он вообще такой деликатный вот куда все подойдет он нежно-розовый оттеночек уже нежно-розовый да видите холодный наверное больше уходит вот такие помады я очень люблю от украшем следующее что у меня это прошло это вот такая вот красный карандаш у меня тут уже он давно он у меня нет это не это прошло я вру это от пьер реко от пьер реко но у них похожая текстура у карандашей у и фраше пьер реко они мне тоже очень нравится наносится они полупрозрачно не ярко то есть вывод быстрый макияж хотите сделать нанесли его бегом бегом без всякого карандаша и побежали у вас естественный оттенок губ появляется вот замечательная помада сейчас скажу какой оттенок не знаю есть она сейчас на сайте нет он такой осмотр смотрите прозрачный красный то есть прям вот прозрачный прямо только подчеркивает ваши в ваш естественный оттенок губ придает какой-то сияние немножко смотрится классно не знаю есть нет они сейчас потому что я давно не делала заказ 35 190 вот что-то написаны больше ничего не знаю есть он не есть нужно смотреть почему раньше я часто делала пьер реко заказы потому что у них была минимальный заказ сумма минимального заказа лояльная где-то около 800 рублей и еще можно урвать было в подарок какой-нибудь парфюм вот я тогда набрала и любимый свой парфюм гандали которая такая высокая красиво мне до сих пор есть ему прям берегу обожаю в общем все парфюмы я там набирала в подарки все перепробовала все они у меня есть и снятости даже некоторые есть вертишь потом вот недавно закончилась коричневая забыл как называть такая флакон интересными виде башенки камушков такой теплый аромат выкинула не стала хранить флакон в общем думаю зачем и и фраше вот у меня и фраше карандашик тоже такого же типа они все полупрозрачные все их наносите и бежите куда вам надо вот он с блёсточками он с блёсточками это у нас оттенок тридцать четыре пятьсот девяносто два артику и вот такой у меня еще есть это фраше прям фуксийный такой фуксийный фиолетовый ну почему что мне высветляешь то все показывает его кораллово-розовым он вообще фиолетовый ну тоже полупрозрачный фуксийный такой прям барбишный даже я сказала яркий достаточно артикул 07 567 так еще у меня есть блеск от фраше 08 по моему оттенок уже стерся немножко блески тоже них классные они полупрозрачные дают лишь такой вот нежный оттенок то есть не смотрите что он там темно-фиолетовый вот он у меня прям темный такой баклажан тоже полупрозрачные у них блески на лето нанес и побежал но еще покажу такой у меня блеск один есть это от эссенс прям вообще очень снежный такой до его можно и на любую помаду матовую даже нанести чтобы сделать какой-то оттенок а сейчас сам по себе даже прикольно смотрится это у меня какой у номер какой-какой 18 может быть плюм не об ламп не об не знаю не знаю вот очень снежный видите да вот поймал вот он такой на губах красивый очень красивый далее ну а ты прошу продолжим помады сатиновая в сорок первом оттенке rouge вертишь к светло фиолетово-розовая какая-то такая пудровая тоже красивая так вот уходит фиолетовый на самом деле лежит тоже хорошо ведет себя прилично не размазывается не растекается помады хорошие дальше ты прошу у меня что есть в 0 5 оттенки это уже бриллиант шайн руш вертишь кстати похожие у них вот эти вот оттенки это 41 это 0 5 но немножко все-таки уходит куда-то на в другую другой цвет сейчас нанесем она прям очень нежная светленькая розоватенькая ну то есть тоже для повседневного такого макияжа это уже как увлажняющий сатиновый это как увлажняющий помадки так следующее у меня